Здравствуйте, друзья! Меня зовут Кристина, а вы на канале Каэлли Редизайн Студия. Давненько у нас не было рубрики «Гости к творческим людям». Нужно срочно это исправлять. Поэтому вас ждёт сразу три серии подряд из различных творческих уголков, но объединённых в одном пространстве Шато Пино. Итак, мы в Новороссийске, и сегодня пойдём в гости эко-художнику и предметному дизайнеру Ксении Таргашиной. Здравствуйте, Ксения! Здравствуйте! Ксения, расскажите нам, пожалуйста, начнём с того, что где мы находимся в этом удивительном месте, очень хотелось бы узнать от вас. Мы находимся в агротуристическом комплексе Шато Пино в моей студии предметного дизайна. Ксения Таргашиной. Здорово! Ксения, а чем вы занимаетесь? О чём вы нам расскажете? Что покажете? Я сейчас занимаюсь предметным дизайном и светильниками скульптурными, различными вот скульптурами из папье-маше. А как вы пришли к этому? Очень интересно, на самом деле, я впервые встречаю вот такую деятельность. Очень интересно, как вы пришли к этому? Через редизайн мебели, тем, что мы с вами всеми любим заниматься. Красила-красила мебель, и вот решила её уже видоизменить иначе, с помощью папье-маше. Мы чуть позже обязательно посмотрим ваши работы более досконально, близко. Ксения, вы по образованию художник? Нет, инженер-строитель. Ясно. Из Сибири, из города Красноярска. Да, Сибири, огромный привет и поцелуйчик, я тоже из Сибири. Здорово. Ну, тогда, получается, всё же вы творческий человек, наверное, по натуре, раз мы таким образом изменили свою деятельность. Гены творческие, и как бы всю жизнь, да, чем-то дозанималась музыкой, живописью, и вот теперь таким видом деятельности. Очень интересно. Давайте посмотрим, да, какие-то работы вы нам покажете, что это такое, чтобы мы уже понимали, что это значит. Да, конечно, проходите сюда, в эту зону мою. Предметный дизайн – это вот такие вот изделия, скульптурные они все изделия, и все выполнены из папье-маше. То есть это всё функциональная мебель, она очень прочная, твёрдая, папье-маше, когда застывает, имеет свойство дерева, оно боится разве что влаги. Делаю я её не только из переработанной массы папье-маше, но также из устаревшей какой-то мебели. Например, вот эта вот, это была подвесная полка для книг, которая вот с такими вот стеклянными дверцами. Мне кажется, она у каждого, у каждой бабушки была в нашем детстве. Ну и вот в основу такой вот апгрейд получилась, в основу она влегла. Например, вот у меня уже тут ждёт на готове вот эта вот советская тумбочка полированная. Из неё будет вот такой тоже шкаф, шкаф-стеллаж. Тоже будет абсолютно скульптурный, с деревянными полками. В общем, тут будет реставрация, то есть я полироль буду где-то снимать с дверок, с ножек. Ну и буду уже вот налеплять своё папье-маше. Ксения, ну я хочу сказать, это вообще просто новое веяние в редизайне мебели. Такого мы ещё не встречали однозначно нигде. Также можно делать, например, вот этот ресепшн, он сделан из ЛДСП. Каркас лёг, причём ЛДСП после потопа, какие-то, то есть там разбухшиеся, рассохшиеся. Это вообще нам всё не важно. Главное, чтобы просто был какой-то твёрдый каркас. Мы вот это его собрали по форме нужной, облепила. Всё это, конечно, очень долгое время не занимает. Просушка, точнее облепить, просушить этапами всё делается, покрасилось. Плюс ваком покрыли, и всё, и теперь, я не знаю, сколько годами будет стоять, ничего ему не будет, так сказать. Друзья, вот видите, а мы переживаем, да, когда у нас разбухший ЛДСП, что же с ним можно сделать? Да, да. Вот такой вот просто невероятный арт-объект, произведение искусства, я бы даже сказала. Вот представляете, это сколько разные творческие люди, и что они вообще могут придумать из бросовых материалов. Ксения, а можно сразу тогда вопрос, он возникает ненароком, папье-маше, это бумага. Переработанный, да, картонный бумага. То есть вы тоже это берёте из каких-то переработанных в торсырьё, да, так скажем? Я вам сейчас покажу, потому что загляните ко мне под стол, у меня тут просто куча-куча вот таких вот ячеек из-под яиц, которые мне несут, наверное, все, кто может. Вот, экоактивисты, пекарня, друзья все собирают, мне там написывают, когда ты уже приедешь, мы тут тебе мешок собрали. То есть получается такая как бы экологичная тема, что получается мы не выбрасываем, не собираем мусор какой-то на свалках, мы, получается, его перерабатываем. Плюс мебель мы не выкидываем, ЛДСП разбухшие и так далее. То есть мы всё к делу, всё пристраиваем, и у нас получается такая не тяпля-история, а прямо это уже предметный дизайн. Вот с такими изделиями я участвую в конкурсах, езжу по выставкам и, в общем, добиваемся каких-то успехов. Да, это очень здорово, я думаю, в наше время очень актуально вот именно переработка, именно использование какого-то флоричного материала и превращение его в такую красоту. Также я делаю, получается, вот такие вот абажуры, светильники потолочные. Они уже сделаны не на каркасе, у них каркас только в основании для укрепления, чтобы ничего не вырвалось. То есть он, получается, довольно очень тоненький и лёгенький. И лёгенький, довольно-таки, да. Зависит всё, конечно, от объёма. У меня есть там и большие люстры, и более толстые. Они чуть потяжелее, но всё равно довольно всё подъёмное, лёгкое. Ксения, ну, я думаю, что у зрителей однозначно возникнет вопрос ухода за такими предметами. Всё покрыто специальными красками штукатурными, такими, лаком. Поэтому протираем влажную тряпочку, просто не поливаем из душа и всё. Не оставляем в какой-то луже стоять и всё. О, понятно. А внутри там очень интересно, это поталь? Поталь, да. То есть, получается, все навыки, приобретённые по родизайну мебели, все используются теперь не здесь. Потали, какие-то красочки, воски и так далее. Ксения, вот у меня возникает такой вопрос. Это же всё время вы лепите руками. Ну да. Не знаю, не сушат руки, вы это делаете в перчатках. Каким образом? Нет, не в перчатках. Всё руками, чтобы всё чувствовалось. Я и шлифую, как бы так, в основном тоже без перчаток, редко, чтобы всё чувствовать, материал чувствовать там гладкость. И поэтому, да нормально, не знаю. Я не знаю, в чём секрет. Нормальные уроки, никакие не сухие, всякая химия, не химия, всем работаем, нормально. Все материалы же всё равно, наверное, на водной основе, да, без запахов. Там уже, когда снимаешь, конечно, полироль, там вот эти вот, там у меня четверо перчаток всяких разных, и всё равно печёт. Самое непонятно. Ну а самое главное, что такие предметы, они вот именно хранят в себе тепло рук мастера, что я думаю, максимально ценно должно быть. Понятно, что ещё мы посмотрим. Друзья, отвлечёмся на секунду. Хочу порекомендовать вам дебетовую альфа-карту. Карта бесплатная, всегда и без каких-либо условий. Плюс супер кэшбэк до 100% на случайную категорию и до 30% в категории на выбор. Платежи и снятие наличных, также без комиссии. И для нас небольшой бонус. Пройдя по ссылке в описании, оформив карту по ней, вы гарантированно получаете 500 рублей на карту уже после первой покупки. Просто заполните заявку и карта ваша. Её принесёт вам курьер прямо домой. Очень удобное приложение, всё видно и прозрачно. Вот показываю вам на примере своего. Нажав на кэшбэки, я вижу баланс возвратных денег за этот месяц, например. Я выбрала кэшбэк на следующие категории за все покупки, за продукты и АЗС. А также дополнительно я получаю до 80% возврат на Яндекс.Маркете, на Яндекс.Драйв и Яндекс.Самокаты. Представляете, как удобно. Ежемесячно можно менять категорию кэшбэка. В приложении также есть все ответы на часто задаваемые вопросы. Что касается комиссий, пополнения, снятия кэшбэка и так далее. То есть абсолютно всё. Приложение действительно очень удобное. Не стоит звонить на горячую линию, если у вас возник какой-то вопрос. Всё-всё абсолютно можно найти в приложении. Друзья, и это ещё не всё. У Альфа-банка существует альфа-карта с детской картой. И сейчас по моей ссылке также, если вы закажете сразу же две карты, то есть себе и детскую карту, также вы получите при уже первой покупке 500 рублей на карту вашу гарантированную. Детская альфа-карта – это тоже очень удобно. Вы полностью можете отследить утраты вашего ребёнка. Она привязана, детская карта привязана к вашей карте. Вы в своём приложении всё отслеживаете. Точно так же можно её оформить. Проходите по ссылке в описании. Заполняйте заявку. Оформляйте карту. Ставите галочку «Альфа-карта с детской картой». И вам курьер приносит сразу же две карты домой. Они обе бесплатные, обе с кэшбэком. Причём на детскую карту ребёнок сам может выбирать свои категории кэшбэка. Также до 100% на случайные категории и до 30% на категории на выбор. Сплатная карта детская. Рассчитана для детей от 6 до 14 лет. И плюс есть детское приложение с подсказками по финансовой грамотности, играми и переводами. Родители могут просматривать затратами ребёнка у себя в приложении или в «Альфа-онлайн» и устанавливать, ещё очень важно, лимиты на траты своих деток. Также, повторяюсь, 500 рублей упадёт на вашу карту уже после первой покупки. Это гарантированная выплата. Но если вы зарегистрируете карты по ссылкам в описании. Итак, повторяюсь, первая ссылка – это «Альфа-карта для вас». Вторая ссылка – это две «Альфа-карты для вас» и для вашего ребёнка. Также я делаю, получается, вот такие вот абажуры, светильники потоволочные. Они уже сделаны не на каркасе. У них каркас только в основании для укрепления, чтобы ничего не вырвалось. То есть он, получается, довольно очень тоненький. И лёгенький, да? И лёгенький, довольно-таки, да. Зависит всё, конечно, от объёма. У меня есть там и большие люстры, и более толстые. Они чуть потяжелее, но всё равно довольно всё подъёмное, лёгкое. Ксения, ну, я думаю, что у зрителей однозначно возникнет вопрос ухода за такими предметами. Всё покрыто специальными красками штукатурными такими, лаком. Поэтому протираем влажную тряпочку, просто не поливаем из душа, и всё. Не оставляем в какой-то луже стоять, и всё. Понятно. Внутри там очень интересно, это поталь? Поталь, да. То есть, получается, все навыки, приобретённые по родизайну мебели, все используются теперь мне здесь. Потали, какие-то красочки, воски и так далее. Ксения, вот у меня возникает такой вопрос. Это же всё время вы лепите руками. Ну да. Не знаю, не сушат руки, вы это делаете в перчатках. Каким образом? Нет, не в перчатках, всё руками, чтобы всё чувствовалось. Я и шлифую, как бы так, в основном тоже без перчаток редко, чтобы всё чувствовать, материал чувствовать там гладкость. И поэтому, да нормально, не знаю. Я не знаю, в чём секрет, нормальные руки, никакие не сухие. Всякая химия, не химия. Все материалы же всё равно, наверное, на водной основе, без запахов. Там уже, когда снимаешь, конечно, полироль, там у меня четверо перчаток всяких разных, и всё равно печёт. Самое непонятно. Ну а самое главное, что такие предметы, они вот именно хранят в себе тепло рук мастера, что, я думаю, максимально ценно должно быть. Понятно. Что ещё мы посмотрим? Первым делом, честно говоря, обратила внимание даже на стол. А, ну он тоже, он получается тоже... Это, наверное, из прошлой вашей жизни, так скажем, ещё до того года. Да, я его не успела ещё счистить. У меня раньше здесь была студия, называлась она «Лепота». Главный цвет у нас был такой бирюзовенький, компаньоном был жёлтенький, и такое всё было яркое, сочное, и много разных мелочей. А сейчас вот уже переходим в лаконичный дизайн, стиль фаби-саби, джапанди. Сейчас такое модно-природные оттенки, глиняный цвет и какой-то такой зелёненький приглушённый. А мы сейчас в этот угол ещё перейдём, хорошо, более подробно рассмотрим? Ну и стол делали абсолютно сами. Это советский паркет, он был абсолютно новый, но советский. Ну вот такую сделали мозаичку, покрасили красками разными. Тут и миловая, и обычная акриловая. Всё, счистили. Это балясины, которые подточили. Можно вас, пожалуйста, попросить чуть-чуть пододвинуться. Он у нас классный друг такой. Он всё время со мной, по всем выставкам, участвует во всех произведениях, в фотосессиях. Помощник. Да. Здорово, когда можно на работе и вместе со своим другом. Это очень важно. Я, между прочим, хотела посоветоваться. Так как у нас, я хотела просто счистить березу и оставить чистое дерево, но мне надоело эта клеёнка-плёнка. Хочу как-то защитить вот эту вот деревянную поверхность. Раньше я её не хотела ничем закрывать, потому что она мне очень нравится тактильно. Да, да, да. Но тактильно ты её никогда не чувствуешь. Всё время под плёнкой. Эпоксидка не зальёшь, будет царапаться. Стекло, мы тут какие-то твёрдые предметы, мебель я ставлю. И сами иногда сюда встаём, стекло не поставишь. Вот надо чем-то покрыть, чтобы не испортить дерево. Чем же сделать? Тактильно, конечно, оно будет уже не то. Уже не то, я уже согласна. Да. Хоть на что. Разве что покрыть полиуретановым лаком, но однозначно будет защита прекрасная, прочная. Но за счёт того, что здесь вот есть щелочки, конечно, красочки или какие-то материалы туда будут заливаться. Но можно будет это подчищать. Прямо несколько слоя 4 полиуретанового лака. Нужно надо что-то делать. Но тактильно это уже, конечно, будет плёночка сверху. Но стол шикарнейший, я хочу сказать, огромнейший. Просто сколько людей умещается. 8 человек, спокойно, 8-10 человек на мастер-классах. Его используем для работы. Я здесь какую-нибудь мебель вечную ставлю. Что-нибудь, в общем-то, мы всегда шуршим делаем. Ксения, а давайте сразу скажем, вы проводите мастер-класс? Мастер-классы, да, по декору какому-нибудь различному. Допустим, вот эти вот рамочки представлены, крючки, ключницы мы делаем и со взрослыми, с детьми. Такие изделия в разных стилях. Не обязательно это будет винтаж, ботаника, море. Всё, что, в общем, захотят в любом цвете, в любом стиле. Тут трафаретные техники, и с восками работаем, и лепнинки какие-то лепим. В общем, всё, что хочется. Тут любимый пёсель на фотографии. Да, да, везде звезда звездень. Мы уже перешли плавно в этот угол, Ксения. Но я ещё, знаете, один вопрос. Вот эти ваши работы, они на продаже, они продаются? Или они только как выставочные образец? Нет, тоже продаются. Они представлены на сайте у меня, представлены в каких-то шоу-румах в Москве, в Ростове-на-Дону. И я езжу, получается, на ярмарки, там вот в Ростов, в Москву, ту же самую. И, в общем, как-то продаю. И в конкурсах тоже участвую параллельно. Здорово. Мы обязательно оставим в описании к этому видео, друзья, все ссылки, которые Ксения посчитает нужным. Ксения, и ещё, вот мы ведь скульптуры, вот там маленькие, мы как-то сам стеллаж посмотрели, а что там за скульптура? Это тоже для мастер-классов, это заготовки, мы с детками ещё... Пройдём туда? Можно? Да, можно они здесь. Здесь они окрашены, готовы. Уже мы тогда переместились в другой уголочек. Так, мы отливаем гипсовые фигурки вместе прямо с детками. То есть, всё технологии я им показываю. Отливаем фигурочки, потом их красим, декорируем, что-нибудь ещё там в подарочек к собой забираем. То есть, это гипс? Гипс, высококачественный гипс, да, отливаем всё, что тоже захотят. Мы все любят кошечек, собачек, автобусы там, я не знаю, что-нибудь такое. То есть, помимо папье-машея, вы занимаетесь ещё и в списовой школе? Ну, больше балуюсь, наверное. Это больше, как сказать, больше, наверное, для мастер-классов. Папье-машея я ещё не придумала, как можно сделать на мастер-классе, потому что это долгая тема. Пока она просохнет, а надо вот здесь и сейчас за полтора часа, чтобы человек получил готовые изделия. Поэтому пока вот гипс, рамочки и пока вот на такой остановились. А, шоперы мы ещё ввели только в этом году, мы декорируем сами с детками, красим шоперы, и они получают такие свои сумочки расписные, в общем, как и захотят, так тоже расписывают. У нас вообще никаких нет ограничений, что хотят, то рисуют. А можно полистать там? Да, 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 с помощью трафаретов, с помощью набоек, штампов, всякими разными технологиями. С этой стороны ваша логикация. Да, да. А саму сумочку вы приобретаете, а уже на мастер-классе занимаетесь? Да, да. А вот это я уже не стала заморачиваться, шить, шить это не моё. Очень интересно. А вот у нас есть девушка, тут работает, у неё вообще производство одежды, и мы с ней как-то вот хотели сосотрудничать, чтобы на футболках, на детских, например. А покажите, Ксения, пожалуйста, вот этот вот очень интересный. Да. Ой, всё, всё рухнуло у нас, друзья. Страшно. Ничего, сейчас повесим. Такой. Да. Это штампы, да, тоже? Тут и штампы, и трафареты, всё вместе. Вот это вот, допустим, трафарет, а это уже набойки, деревянные такие штампы. То есть всё можно совмещать, тоже они разные, там у меня техники, я вот люблю просто ботанику, и больше делала ботаники. Ботаническая тематика, понятно. Ксения, продаются эти штампы? Да, у нас здесь, получается, ой, тоже всё порушилось. Ничего страшного. Сейчас. Ай-яй-яй, ничего. У меня здесь шоу-рум, то есть мы проводим, мы здесь сами работаем, проводим мастер-классы, и можно прийти просто что-нибудь приобрести, убить всё ручной работы, вплоть до ароматов для дома. Их варит девушка, собирает сама, то есть тут свечки и так далее. То есть всё абсолютно ручной работы. Есть стеллаж «Дрифтвуд», это вот у нас Елена как раз художник под «Дрифтвуд». Да, мы с ней совместно работаем. Сегодня мы с ней собрались сделать что-нибудь из поп-е-маше, какое-нибудь произведение искусства. Ясно. То есть у вас тут представлены работы и других мастеров, да? Пока что да. Почему пока что? Ну вот я как-то всю историю, да, будем рассказывать. Давайте, давайте расскажем. Ну я, получается, начинала с маленького подвальчика, в каком-то в декабре 2019 года мы открыли студию совместно с твористом Татьяной. Там как раз у нас была такая задумка, мы с ней познакомились на одной из ярмарок, по-моему, даже здесь, в Шотопе, но у нас была идея, что сделать такой шоурумчик, где будут представлены разные хендмейд-мастера, где мы будем делать мастер-классы для взрослых деток, ну и вот сами что-нибудь творить. Открыли студию в подвальчике, и стукнула пандемия, плюс как бы тесновато все это нам было, и в общем так получилось, что она осталась как флориста там, а я со всем хендмейдом переехала сюда. Лепота студия у нас. Вон на фотографии с Еленой Яковлевой, он как раз видно нашу бирюзовую стену яркую, слоган. Как вам Елена Яковлева с вашим песиком забрела? Ой, да у нас тут часто такое бывает. Они вообще снимали кино. Очень приятная женщина. И Елена Яковлева, там Ольга Прокофьева, еще другие были. В общем, такие, кажется, что звезды, а в жизни на самом деле очень приятные люди. Ну вот, и приехала сюда осуществлять эту свою задумку. У меня было, наверное, года два точно. В общем, пока я не начала делать папье-маше, у меня здесь функционировала моя вот эта задумка, что много разных мастеров и разные мастер-классы, другие мастера мастер-классы свои проводили. И все такое. Как только я начала заниматься уже папье-маше и делать такие изделия, я, в общем, от ремесленника перешла в художники. Оказывается, так можно. И не обязательно иметь образование художественное. Потихонечку-потихонечку, вот за какое, за прошлое, в 2023 году мы провели первую интерьерную выставку. Я попала из тусовки хендмейда, попала в тусовку художников. И вот как-то начала все менять, расширять. И поэтому мне становится тесно. И поэтому так получается, что хендмейд других уходит и больше вот моими работами заполняется. и становится, вот как название же, мое имя, но я так вот и становлю здесь только я представлена. Ксения, ну это на самом деле вообще просто вау-история, я вам хочу сказать. Не каждый творческий человек, уйдя из инженеров, может похвастаться таким взлетом по карьерной творческой лестнице. Вы огромная молодец. И я вот сейчас опять снимаю тот уголок и понимаю, что мы же там опять чего-то пропустили. Что там за зеркало? Вот там вот сверху какой-то очень интересный, что там? Абажур. Абажур. Абажур из рафии натуральной. Из него шляпки вообще вяжут. Основание из папье-маше. Он светится. Только его так легко сейчас не включить. Не дотягивается. Друзья, извините, мы будем из одного уголочка переходить и перепрыгивать в другой, потому что я, честно говоря, все сразу узреть не могу. А потом, когда поворачиваю голову, понимаю, что еще много чего интересного мы здесь не показали. Тут панно, это еще оно в работе. У меня тут такой тоже творческий хаос. Мы параллельно вот работаем. Поэтому это еще все в процессе. Оно будет на стены. Вот это панно с отступом на стены. И оно с той стороны тоже объемно-рифленое. Будет подсветка. В общем, будет что-то интересное. Это уже готовое. Это можжевельник. Очень тоже тактильно приятное. Наверное, неделю только шлифовалось. Это прям пол древесины настоящего. Да. А так, зеркало из макраме, но, получается, с самого начала в этой студии, одно из первых здесь появилось, больше как для украшения, так вот хорошо вписалось. Я вообще поняла, что много того, что я делала в 21-м году, мы здесь открылись. Допустим, там табуретки я декорировала. Туда, в тот интерьер, они мне не очень подходили. А вот в этот очень хорошо подходят. То есть как-то... Оно само постепенно ко мне все приходит и переобразовывается. Согласна. Абсолютно, да. Так как задумана была. А макрамой тоже вы занимались? Это нет, это мастер наш, новороссийский. Точнее, она вообще тоже из Красноярска, моя землячка. Ну, вот переехала уже давно. Какие-то вот тут макраме у меня, шторки висят, пока что тоже еще. Это уже моя мама плева. Она у меня в Красноярске так и живет. И вот занимается. Она у меня тоже инженер-строитель. У нас, я же говорю, творческие корни. Я там поколение строителей и поколение творческих людей. Аналогично, все аналогично. А в Краснодарском крае вы давно? С 2013 года. Да, я сюда приехала на стройку большую, познакомилась на ней с мужем. И вот так тут и остались. Он с Брянска, я с Красноярска. И вот здесь живем, трудимся. Кто где. Здесь на самом деле очень здорово. Вот он мне помогает, мой муж, конечно, очень хорошо. Мои все задумочки воплощает. Например, вот была колонна прямоугольная. Естественно, она мне не вписывалась в интерьер. Мы с ним придумали из обычных речек вот такую вот колонну. Вот. Слышите, Ксения, ну это вообще здорово. Да. Родные и близкие поддерживают. Да. Это здорово. И двери какие-то у вас интересные. Нам здесь нельзя ничего было красить, декорировать. У нас тут и стены-то были все металлические. И получается, мы тоже такую продумали, придумали нишу, зашили их листами. То есть при любом каком-то случае мы можем это все снять, демонтировать. И будут стены вот такие родные, какие есть. Также есть дверьми. Дверь – это просто шпатлевка. Это даже не покрыто воском. Это покрыто воском. И все. Можно при любом моменте. В случае чего вы быстренько раз. Ну, надеюсь, что мы никуда отсюда не уйдем. Ну, а так, да. То есть делалось с задумкой на то, что всегда можно все вернуть на место свое. Вот я увидела тут зеркало. Это старинное, да. Откуда-то сурава. Мы его подчистили, подшаманили. Воском покрыли. И золотым воском слегка. Ну, и зеркальное полотно поменяли. Я люблю зеркала в разных его проявлениях. Очень интересно, что оно находится под потолком. То есть это вот как арт-объект она служит. Ну, рама, конечно, она заслуживает внимания. Да, продается. Продается. Вот она уже вообще не вписывается. У меня все было раньше здесь винтажненькое. А сейчас уже все как бы другого стиля. Поэтому... Вы бы туда подпотала. Подпотала. Мне, домой, мне уже некуда это все. Поэтому заберите. Друзья, вот вы поняли. Зеркало продается. А зеркальный элемент родной? Нет, нет, нет. Все заменило. Заменило, да. Осталась рама. Потому что некоторые иногда скептически относятся к старым зеркальным элементам. А кто-то, наоборот, считает, что они хранят память предков, например. Да. Понятно. Но там что-то было не восстановить. Там было, по-моему, оно очень плохое. Может быть, с трещинами, не помню. Но, в общем, заменили. Хотела еще показать вот тоже, с чего начиналось. Помимо... Это вот, кстати, вообще вот эти вот светильники, эти две картины. Они были как раз представлены в марте 2023 года. Впервые на интерьерной выставке. И впервые, получается, для меня я сделала такие вот арт-объекты. С этого все началось. С чего это? Это ткань и гипс. То есть я пробовала и это. Я, то есть, искала себя. То есть я, получается, умела красить. Но мне нужно было всегда что-то красить. Красила мебель, красила головы. А потом вот начала искать себя вот в таких вот интерьерных решениях. Поэтому, конечно, мне и... Почему и нравится скульптурная мебель? Потому что тут уже можешь сам создавать любую форму. Творить, в общем, с нуля что-то. И потом уже тоже красить, декорировать, как тебе вздумается. А стеллажик? Тоже все делали абсолютно сами. Это те же самые балясины. Это, по-моему, такой классический прием. Балясины, мебельные щиты. И все. Он у нас был бирюзовый. Теперь вот такой зелененький. Да, друзья. Я всегда говорю, чем хороша покрашенная мебель? В любой момент ее можно перекрасить в другой цвет. И тем самым видоизменить интерьер. Этой зимой хочется еще переделать. Вот теперь по современному как-то, короче, все закрыть, залепить. Я не знаю, уже не по пьемотше, но другими материалами. А светильники? Изголов? Ну и да, и изголов, и вот эти трубы, да? Трубы это мой муж делает. Это его творчество. Он тоже, видимо, у него творческие жилки. Раз он у меня здесь часто тоже работает, талон делал, а я, получается, только красила. Это прям металлические трубы или пластиковые? Металлические трубы, да, нет. Всякие разные фитинги, да. Лыжники, тут какие-то роботы и так далее. Это все тоже на продаже? Да. Да. Здорово, а муж у вас, у него есть наверняка еще какая-то основная работа? Да, он инженер-электрик, он вот так работает в этой сфере. А тут душой отдыхает. Да, а так как он, получается, электрик, мы когда-то тоже, наверное, с этого все начиналось. Мы к своей свадьбе готовились, там какие-то у нас были ретро-гирлянды первые сделали, какой-то весь декор делали руками совместно, потом квартира появилась, там я начала как раз мебель все красть, и вот все так пошло-пошло. Гирлянды вот тоже уже здесь висят, и любовь вообще к светильнику, к окрашенными каким-то изделием, вот она так и продолжается. Здорово, да, это очень интересно. А вот я повернулась на вас и увидела огромнейшее зеркало, тоже очень интересное раме, по всей вероятности, из папье-машен. Да, оно тоже на каркасе, мы с ним продумывали такой специальный каркас, чтобы все было устойчиво, оно отдельно стоящее, то есть достаточно тяжелое, его так не поднять одному вдвоем, как бы, ну, с усилием. И вот все хорошо, все надежно получилось. В общем, задумка удалась. Хочет такое интересное. Огромнейшее, да, огромнейшее зеркало. Представляю, какое оно тяжеленное. Проходите, проходите. Это наши гости, которые приехали, наверное, на экскурсию. Да, с далекого момента. Вот, от вечера. Давайте ему привет. Альяночку на правду, друзья. Друзья, мы прерывались на секунду, Ксения проводила гостей. И продолжим про зеркало. У меня еще остался такой вопрос. Откуда берутся формы вот таких предметов? То есть как они приходят вам в голову? Почему именно вот что-то такое обтекаемое невероятной формы? Ну, вообще, я люблю, конечно, обтекаемые вот такие вот формы. А именно конкретно это зеркало делал мой муж. Он у меня хоть и инженер-электрик, но у него фантазия работает тоже. Дай бог, мне кажется, лучше, чем у меня. Какую форму мне сделал каркаса, такую я и залепила, так сказать. Вот, она с ним такой как творческий тандем получается. Но я люблю все, что с какими-то отверстиями, там, дырочками. Кстати, вот этот вот светильник синенький, это тоже полностью он делал. Он делал, а мы уже декорировали, красили. Он, правда, не очень был в восторге, что синий цвет. Он у меня вроде бы и любит что-то такое необычное, но он любит за классическую мебель. Когда я начала заниматься мебелью, он все время удивлялся, почему шкаф синий. Он же должен быть коричневый, типа из вот этой оперы. Как-то вот у него двуполярность. Да-да-да, ну, вы знаете, ваш цифрук не единственный. Да, да-да, я говорю, о, вот так вот. Многие, да, мне частенько прилетают подобные комментарии. Почему? Вот потому что... А вот еще, Ксения, опять по поводу зеркала. Вы вырезаете сам зеркальный элемент самостоятельно, или это где-то стекольная мастерская этим занимается? Да, зеркальное полотно мы вырезаем не в мастерской, даже как она производственная зеркальная. Я почему интересуюсь, вот прям для личного опыта, так скажем, сколько я переколотила зеркал, пытаясь что-то... Нет, я уже, знаете, вот ты со временем приходишь к тому, что надо делегировать, надо обращаться к профессионалам своего дела. То есть если ты этим занимаешься, то лучше там за другим чем-то обратиться к мастеру. Чтобы все получилось супер, супер хорошего качества. Да, прям золотые слова, здорово. И там вот у нас на заднем плане Елена. На самом деле у Елены тут представлены тоже замечательные работы. Она у нас художник, она вообще художник театра, занималась бутафорией, различными декорациями, поэтому вся эта тоже тема наша. Она занимается дрифтвудом, это тоже такая экологичная тема, что тут в ход идет все что угодно. Например, вот там вот опять та же балясина, наша любимая. Это у нас термаяк. То есть все, что выбрасывает море, что кто-то там может быть отдает. Вот у меня муж вообще обожает ей собирать какие-нибудь штучки, запчасти от автомобилей, и какие-то там были катушки от автомобилей, тоже это она преобразовала в маяк. То есть она вот видит из простой вещи что-то вот такое вот интересно, уникальное. Здесь в основном домики, маяки, человечки. А вот, вот катушка, какая-то запчасть автомобильная. А вон тоже мебельная ножка, тоже маяк. И она с детками занимается. У них тут вообще просто какой-то, я не знаю, творческий полет, хаос. Они разбрасывают все деревяшки, выбирают самую понравившуюся и таких шедевр делают. Мне писать словами. Друзья, я прошу прощения, если вдруг вам не очень хорошо видно. Стоит у окошка. А так как мы находимся в солнечном Краснодарском крае, что не может не радовать. Солнышко здесь очень активное. Можем перейти через стекло, да, попробовать тоже посмотреть. Нет, достаточно, в принципе, я думаю, видно. Просто может быть что-то не так. Такие вот тоже росписи, такие экспрессивные, сюрреалистические пейзажи наши шапопы. Но виноградники, например, вот в таком виде. Тоже рисуют все, ручная роспись на тех же самых деревяшках. Выпиливают сами. Да, сама Лена вот тут вот все это делает. С прошлого года вот она тоже начала делать каркасных кукол, вот таких вот очень интересных. Тут что-то типа папье-маше, но без папье-маше. Но техника та же самая. И очень такие интересные работы. Мне очень нравится вот этот вот мальчик на шаре. Это пемза опять, которая море выбрасывает. Есть какие-то на самокатах девчонки, дамы с собачками. Ну, в общем, класс. Ну, да, действительно, такие уникальные работы. Вот как я не устаю говорить, обожаю просто мастеров, потому что нет двух одинаковых работ. Вот так. Друзья, чтобы вы могли должным образом отвернуть эту красоту. Я, честно говоря, не понимаю папье-маше, но не папье-маше. Там, наверное, каркас какой-то из проволоки. Каркас, да, каркас так же, как папье-маше, бумага, но уже без клея. И много свое в штукатурке. Структурно-рельефная паста. Да. Понятно, понятно. Очень интересно. Ее такие вот наработки технологические, случайно, я не знаю, получившиеся или нет, опытным путем, да, в полете фантазии. Понятно, спасибо, Ксения. И еще вот в том уголочке я увидела магнитики. Да, там тоже, получается, делаю что-то я в своем таком стиле шебешик и какие-то вот с пейзажем Шатопино, это Елены. Это трансферный перевод, не декупаж, а что-то походу на декупаж, но трансфер. Друзья, ну мы знаем, что такое трансферы. Да, я тоже люблю весь этот винтаж, декупаж. У нас ботаническое сообщество есть такое, у нас есть открыточки, вот это вот Татьяна Белоконская, у нее есть вот такая картина написанная, блин, я все время забываю, то ли карандашом, то ли акрилом, они так это все пишут, что фиг, а, то ли акварелью, да, то не поймешь, в общем, чем сделано. Потому что тут столько деталей, просто фантастика. Работы сами участвуют по выставкам, а у них есть вообще напечатанные постеры и получаются вот такие вот открыточки разных художников из разных руководителей России. Даже так. У нас была весной, кажется, прошлая выставка в городском театре их. Вот сюда вот так переехали. Друзья, ну мы в любом случае оставляем контакты Ксении, если кто-то заинтересовался работами других мастеров, которые вы сегодня здесь увидели. Пожалуйста, связывайтесь с Ксенией, я думаю, она с удовольствием поделится. Просто всех мастеров мы даже, нет, наверное, возможности, да, вот упомнить и указать. Они художники, ботанические художники. Очень тоже красиво, я ужасно люблю всякие открыточки. Да, все понятно. Так, Ксения, мы здесь все посмотрели или, может быть, я что-то не спросила, о чем бы вы хотели еще рассказать? Да, я думаю, все, в принципе, посмотрели, всех художников показали, все уголки посмотрели. Вот так вот работаем, трудимся ежедневно летом с мая по октябрь с 11 до 7 ежедневно, а остальную часть зимы со среды по воскресенье с 11 до 5, и все. Ксения, скажите, мы пойдем еще смотреть чудеса? Да, мы сходим сейчас в ретропарк, увидим прошлые мои работы именно по родизайну мебели, ну и пройдемся по мастерским. Ой, отлично. Все, пойдемте? Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok